Ребят, хотел показать, как работает красиво российская пропаганда. Возможно, не все-таки плохо, возможно, есть еще и в России адекватные люди. Надеюсь на это. В общем, смотрим. Обращение президента Российской Федерации. Это у нас YouTube. Как мы видим, сайт, страничка Совет Федерации. 8 часов назад закончилась трансляция. Обращение президента. Это это видео. Я перехожу уже сюда, то есть, чтобы не тратить много времени, я уже нашел этот кусочек. Смотрим. То есть, трансляция реально закончилась. Люди писали 4 часа назад. То есть, это реально это видео. 55 минут, 31 секунда. Смотрим, что у нас здесь происходит. Обратите внимание, российские флаги везде. Нигде я здесь не вижу вот этой буквы Z и тому подобное. То есть, концерт идет. Трансляция, как мы видим, чат также бежит. Чат они оставили. Обращаем внимание на вот эту вот девушку. То есть, россияне просто там радуются чему-то там, что Крым вернули. И напомню, это концерт каждый год. Но, то есть, это была лайв-трансляция. Сегодня все супер, все классно. Смотрим. Единственное видео, скорее всего, они его уже удаляют. Потому что, возможно, они поняли, что они лоханули серьезно. Оно уже капец как еле грузит. И качество здесь уже очень хреновое. Ну, смотрим. Путин, Собянин посетили праздничный концерт. Не Крыма в Москве, а в Лужниках. 18 марта. Фокус. 18 марта 2021 год. То есть, напомню, этот концерт у них каждый год празднуют, что Крым вернули. И смотрим, что у нас здесь происходит. Включаю. Здравствуй, Севастополь. Да здравствуй, Севастополь. Это же девушка. То есть, вы поняли? Это 2021 год. Та же самая девушка. Они взяли просто ее и вкинули в лайв-трансляцию 2022 года. У меня есть предположение. Вот она же. У меня есть предположение, что вообще эти все люди, это с того года, возможно. А концерт просто не свезли. Сами там попели немного песен своих. И все.